Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы продолжаем рассмотрение Евангелия Атеана, 14 глава. Напомню, что, начиная с конца 13, 14, 15, 16 главы, это обращение Спасителя на Тайне Вечери и после него к своим ученикам. Дело в том, что в Евангелии Атеана мы практически не встречаем с вами наставления, обращенных к ученикам до Тайни Вечери. Хотя оно содержит пространные беседы, которые Господь произносит и в Галилее, и в первую очередь в Иерусалиме, тем не менее ученики скорее являются пассивными слушателями учения Спасителя, и, собственно говоря, лишь только при событии воскрешения Лазаря они вводят их в исторический контекст, в повествование. И дальше эта тема набирает обороты, и вот Тайные Вечери. В Евангелиях Матфея и Марка мы вообще практически не встречаем с вами каких-либо наставлений, которые Господь делает ученикам на Тайне Вечери. Это лишь установительные слова Таинства Евхаристии и предсказания о предательстве. Евангелия Лука расширяет 22 глава содержание обращения на Тайне Вечери, но Евангелия Лука не просто расширяет его повествование к ученикам, в этот момент обращена финальная беседа, беседа, которая подводит итог, который рассказывает о том, для чего и ради чего Сын Божий пришел в этот мир. И как бы это повествование, это беседа, это обращение, оно сконцентрировано перед тем, как произойдет арест и смерть на кресте. Итак, что же Иисус Христос хочет сообщить своим ученикам в преддверии своих страданий, что они должны понять, для чего необходимо все то, чему они были свидетелями, и то, что должно произойти в ближайшее время. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте». Эти слова звучат как торжественная заповедь. Несомненно, указание, которое было до этого, и обращено было в том числе и к Петру о том, что Господь уходит от учеником, не могло их не опечалить и не смутить. Они остаются одни в этом мире. Будущее им совершенно неясно и непонятно. И, конечно, эта ситуация некого замешательства, если не зарождающей паники. Они пока не понимают, зачем учитель уходит от них, почему он их покидает, и тогда какова их роль, зачем было нужно все то, что происходило в последние годы. «В доме отца моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить вам место». Итак, Христос уходит. Уходит для того, чтобы приготовить место учениками. Конечно, это метафора, которая показывает, что ученики должны занять место рядом с учителем. Но это место не в этой земной жизни, а это место в будущих обителях, обителях Отца Небесного. И для того, чтобы войти туда, для того, чтобы оказаться вместе с учителем, их статус должен быть принципиально изменен. Смерть Христа – это своего рода пропуск на небо для его последователей. И указания на большое количество мест, несомненно, предполагают, что не только лишь 12, но и все те, кто поверят во Христа, окажутся там вместе с ним, о чем еще дальше Господь неоднократно скажет. «А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему, «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь». Иисус сказал ему, «Я есть им путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Если неизвестна конечная точка маршрута, то, естественно, неизвестен и путь, неизвестна дорога. И об этом говорит Фома. Отметим здесь, что Фома прерывает общее молчание, непонимание, которое в этот момент завладело учениками. Мы с вами уже читали о нечто подобном. Вспомните, когда Господь говорит о том, что он идет в Вифанию, к Лазарю, ученики высказывают свое недоумение. Они не хотят туда идти, потому что прекрасно знают, что в Иудее их учителя ожидает опасность, угроза ареста и даже смерти. И поэтому Фома, прерывая общее молчание, говорит всем остальным, «Пойдем и умрем вместе с ним». И здесь мы видим тоже, в самом начале пространной, прощальной беседы с учениками, когда сердцами учеников завладело недоумение, когда они еще не понимают всего происходящего, Фома тоже становится как бы лидером. Он тоже говорит то, что, собственно говоря, думают и все остальные. «Куда ты идешь?» И для нас это важно, потому что, конечно, традиционный взгляд, который продиктован последующими событиями, искресения Христова, делает взгляд на апостола Фому немножко таким приземленным. Но это совершенно не так, и об этом еще впереди. Нас ждет разговор. А пока лишь отметим этот момент. Именно Фома, преодолевая общую нерешительность, первым задает вопрос учителю, куда он идет. И Христос говорит странные слова. Он не говорит о конечнице цели путешествия, не говорит потому, что, собственно говоря, об этом он сказал только что. «Иду приготовить вам место». И в доме отца моего обители много. Итак, это сразу же вызывает вопрос о том, кто отец, где его дом, и тогда о каких обителях может идти речь. Но пока все это не ясно ученикам, и, собственно говоря, вопрос об отце, как мы с вами услышим, он становится центральным буквально через несколько стихов в последующем повествовании. Но пока Христос произносит «Я есмь, путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». В Евангелии от Иоанна содержат неоднократные самоопределения спасителя, которые начинаются именно таким образом. «Я есть». «Я есть хлеб жизни». «Я свет миру». В 15 главе, к рассмотрению, которое мы с вами перейдем, говорится, «Я есть истинная виноградная лоза». И эти самоопределения, конечно же, не всегда понятны, не всегда очевидны, и, может быть, даже несколько странно звучат, потому что человек определяет сам себя довольно необычным образом. «Я» — путь, истина и жизнь. И путь, который открывается для учеников благодаря последующим крестным страданиям и воскресению, это путь к Отцу. А Отец — это сама жизнь, жизнь, которую Он через Сына передедет верующим в Него. И Отец — и есть истина. И поэтому пребывание учеников в истине, оно, конечно же, обозначает связь с Отцом. И вот об этой связи дальше говорит Спаситель. «Если бы вы меня знали, то знали бы и Отца моего». И так, конечно, уже мы сказали о том, что фраза об доме Отца пока еще не очевидна для апостолов. И если бы они понимали, о каком Отце говорит им Христос, недоумения бы не возникали в их сердце. Но дальше мы слышим довольно необычные слова. Они как бы отрицают, опровергают то, что было сказано только что. «Если бы вы знали Меня, то знали бы Отца моего. и отныне знайте Его и видели Его». И это утверждение, конечно, не может не озадачить, как только отныне они Его знают и видят, где, кто, о ком идет речь. Филипп сказал Ему, Господи, покажи нам Отца и довольно для нас. То есть, конечно же, если бы отец был бы где-то рядом, если бы они Его видели, они понимали, о ком Он говорит, но пока для них это еще совершенно не ясно. Иисус сказал Ему, столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп, видевший Меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые Я говорю вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я во Отце и Отец во Мне. А если не так, то верьте Мне по самим делам. Итак, все служение Иисуса Христа от самого начала до самого Его завершения было откровением Отца. Эта самостоятельность Иисуса Христа неоднократно подчеркивалась на протяжении всего евангельского повествования. Господь не раз говорил о том, что Он ничего не совершает от Себя. Все, что Он говорит и все, что Он делает, Он совершает в единении, в единстве, в исполнении воли Своего Отца. И мы это прекрасно понимаем, потому что, конечно же, не может быть никакой рассогласованности, не может быть никакого противоречия между Отцом и Сыном. Это единый замысел, единая воля и единое действие. И поэтому служение Христа, всякое Его Слово, всякое Его дело, это есть откровение Отца. «Отец во мне пребывает, и я в нем», подытоживает Спаситель. «Истинно, истинно говорю вам, верующие в меня, дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду». Эти слова, которые, может быть, при чтении Евангелия для нас будут проходными, и на которые мы не обратим никакого внимания или должного внимания, на самом деле являются ключевыми для понимания прощальной беседы, потому что в ней речь идет о том, как мы убедимся, что, уходя от учеников, Господь в действительности не оставляет их. Буквально через несколько стихов мы услышим, как Он даст им утешителя, который пребудет с ними вовек, поэтому они не останутся одиноки, они не будут предоставлены сами себе. Утешитель будет наставлять, будет вести их, будет открывать им всякую истину. Но не только об этом, где-то речь в прощальной беседе. Господь передает своим ученикам свой мир, об этом мы услышим в заключении этой главе, свою радость. Он передает им, по сути, своей, свое единство с Отцом. И благодаря этому ученики получают все то, чего они, может быть, еще не имели до этого. Они получают все то, что имеет Сын. Истинно, истинно говорю вам, дела, которые творю я, и Он сотворит, и Божий сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. Итак, ученики, оставаясь в этом мире, становятся продолжателями дела Христа. Он уходит, они остаются. И поскольку их земная жизнь и земное служение будут продолжаться существенно дольше, чем земная жизнь и служение их учителя, то, конечно, их дел, а это речь не о конкретном человеке, да, о всем собрании учеников, их будет, этих дел, гораздо больше. То есть, больше. Это не качественная, а количественная характеристика. И если чего попросите у Отца во имя мое, то сделаю, да прославится Отец-Сыне. Здесь, в 13 стихе, содержится важное указание на имя. Указания эти мы отчасти встречали с вами и в предыдущем повествовании, правда, не делая на них оцента, но со временем эти указания на протяжении прощальной беседы, а особенно в 17 главе, в первосвященческой молитве, приобретут первостепенное значение. И имя в данном случае означает, что во имя Сына будут молиться ученики за Христа, да, в имя Христа. И вот то, что они будут просить, будут исполняться. Я напомню, что на самом-то деле такие примеры мы с вами уже видели и слышали в предшествующем повествовании 11 глава у гробницы Лазаря Христос молится. И после этих слов он говорит, что это он сказал не для себя, а для тех, кто находится у креста его, те, кто его в данный момент окружают, чтобы они веровали, да, чтобы происшедшее чудо привело тех, кто стоит рядом к вере. 12 глава Христос говорит о наступлении часа своих страстей и в ответ как бы голос неба, что Отец и прославил его, и еще прославит. И люди тоже недоумевают. Одни говорят, что это гром, другие ангел говорил ему. И вот примеры как бы этой связи между отцом и сыном, они олицетворяются этими эпизодами. Христос молится и его молитва услышана. И точно так Отец услышит и обращение к нему апостолов, учеников Христовых. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю. Действия отца и сына неразделимы и неразделичимы. И поэтому естественно как бы исполнение просьбы это не только дело отца, но и сына. Тем самым сам Христос приравнивает к себя, к отцу. Тем самым он говорит о своей равнобожественности, о том, о чем он говорил раньше. Я и отец одно. Если любите меня, соблюдете мои заповеди. Итак, это тоже очень важно. Это является условием слышания и собственно говоря самого факта обращения в молитве. Потому что конечно предшествующие слова не означают, что все, что бы не попросили апостолы будет или последующее поколение христиан будет тоже исполнено. нет, есть условия, которого нельзя забывать, которого нельзя сбрасывать со счетов, а именно любовь ко Христу и соблюдение его заповедей. Одно связано с другим. Из любви следует и следование заповедям Христовым, потому что, конечно, любовь она предполагает послушание Богу, потому что если человек не исполняет заповеди Божии, то никакой любви к Богу он говорить не может. И даже если он считает, что верит в Бога, любит Бога, любовь это чисто номинально, она ни к чему не обязывает и ни к чему не ведет. И умолю Отца и даст вам другого Утешителя да пребудет с вами вовек. Дух истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. Вы же знаете его, ибо он с вами пребывает и вас будет. Итак, слово Утешителя по гречке параклет означает по сути свой адвокат, заступник. Это термин, который несет себе идею надежной защиты. Почему именно так называется Дух Святой, мы узнаем с вами чуть позже в 16 главе. Напомню только, что действительно все Евангелие от Иоанна строится как своего рода судебная тяжба. И Утешитель параклет это как бы новое действие щелицо, которое вводится в этот контекст, которое несет истину и будет продолжать свидетельствовать о Иисусе Христе перед враждебным ему миром. И поэтому не случайно Дух назван Духом Истины, которого не может принять мир, потому что не видит его. Мы можем себя озадачить как бы а как разве можно в принципе увидеть Духа? Это невозможно. Ответ содержится дальше и не знает его. Вы знаете его, ибо с вами пребывает и вас будет. Другими словами, все служение Иисуса Христа оно было явлением не только лишь Отца, о чем мы уже говорили сейчас, но и явлением Духа. Евангелие содержит на это неоднократные указания, поэтому ученики сопровождая Христа видя и слыша все то, что он говорит, не только лишь должны были познать Отца, но и познать Духа. Но ученики не только узнают Духа, не только они уже должны как бы были с Ним познакомиться, Дух в свое время перейдет в них самих и в вас будет. И здесь мы как раз видим то, о чем говорили только что. Ученики получают те дары, как бы те качества, которые раньше принадлежали лишь только Сыну Божию. Он отдает им все или почти все, и в том числе и своего Духа, которого они получат в ближайшее время. Не оставлю вас сиротами, приду к вам еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я вас. Итак, несмотря на уход, несмотря на предстоящую разлуку, расставание не будет долгим. Ученики смогут вновь увидеть Христа. Но это явление, оно будет иметь уже свой смысл, свое новое содержание, ибо я живу, и вы будете жить. Другими словами, смерть не может лишить жизни Сына Божия, она не способна у него ее отобрать. Но дальнейшая фраза «и вы будете жить» предполагает, что и ученики смогут приобщиться к этой божественной жизни, которая побеждает и преодолевает смерть. Христос умирает для того, чтобы ученики получили жизнь. И это обладание жизнью, оно возможно именно в силу той уникальной связи между сыном и отцом, о котором здесь говорится «я в отце моем, и вы во мне, и я вас». Вот то, для чего и ради чего происходит все то, о чем говорится здесь и вообще на страницах Евангелия в целом. Ученики достигнут, получат то единство, которое является уникальным, единство с сыном, а значит и с отцом. И поэтому, как мы уже сказали, все, как бы, что имеет сын, становится достоянием его последователей. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам. Это явление несколько отличается от того, о чем была речь раньше. круг учеников со временем будет расширен, и любовь, это не то, что связывает лишь апостолов с Иисусом Христом, любовь будет связываться Христом всех тех, кто в него поверит, всех тех, кто станет его последователями и войдет в церковь. И это движение любви, оно не останется безответным. Иуда не искрет, не понимая, почему Иисус Христов хочет не вить себя уже не всему миру, как раньше, а лишь только им говорит, что это ты хочешь явить себя нам, а не миру. Иисус сказал ему в ответ, кто любит меня тот соблюдет слово мое, и отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Итак, соблюдение заповедей Христовых является условием того, что не только утешитель, о чем говорилось только что, но и отец, и сын приходят к тому, кто любит. И человек становится не только обителью, не только вместилищем духа, он принимает себя всю святую троицу. И здесь давайте перенесемся к тому, с чего мы начали сейчас, к начале 14 главе, в доме отца моего обители много, я иду приготовить вам место. Итак, с одной стороны, есть небесные обители, и там умерший, воскресший и вознесшийся спаситель готовит место для своих учеников. Но и сами ученики здесь на земле становятся обителью святой троицы, отца, сына и святого духа. То есть небо приходит на землю. сами ученики будут олицетворять свою жизнью и своим служением присутствие Божие. Не любящие меня не соблюдают слов моих, слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня отца. Сие сказал вам, находясь вами, утешьте ли дух святой, которого пошлет отец воим мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Итак, неоднократно мы вновь слышим это утверждение. Христос говорит ученикам, что все его слова, все его обращения в какой-то момент служения не были, являются словом его отца. Но не означает его ход, что больше это слово будет недоступно для его последователей. утешьте как бы продолжит эту функцию, это служение, он будет открывать ученикам истину и продолжать учить их. Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше или не устрашается. Вы слышали, что я сказал вам иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал иду к отцу, ибо отец мой более меня. Итак, мы понимаем, что, конечно же, эти слова еще не до конца ясны, не до конца понятны ученикам. И, конечно, на сердце их пока еще не радость о всем, что они слышат, потому что, несомненно, Господь как бы опережает события, Он говорит о будущем учеников, но они пока поглощены настоящим. Их в данный момент в первую очередь заботит, что будет с ними, слова Христа еще пока они скажутся им непонятными. И Господь говорит о том, что если бы они любили, если бы они понимали, то, конечно, они принимали все его слова как должное. Действительно, мы понимаем, что для того, чтобы услышать Бога, для того, чтобы принять его, нужно в первую очередь преодолеть самолюбие. Именно любовь к себе является для нас основным препятствием, основной преградой для того, чтобы в своей жизни мы осуществили, реализовали любовь к Богу. Любовь к себе она всегда перевешивает, она всегда оказывается более значимой, более важной. И вот от этой любви, от этой занятости собой, от этой поглощенности происходящим и призывает Христос отказаться апостолам. И он говорит им «Иду к отцу и отец мой более меня». Означают ли эти слова неравенство? Означает ли отсутствие тождественности между отцом и сыном? Нарушает ли догмат о Святой Троице? Более в данном случае конечно не означает, что божество Иисуса Христа или его статус как-то умалены перед отцом. Об их равенстве неоднократно говорится на страницах Евангелия. Но в то же время мы с вами и здесь и в других многих местах читаем о послушании сына к отцу. И это послушание предполагает некую условную разумеется иерархичность. Иерархичность, которая подчеркивает как раз единство между отцом и сыном о том, что у них одна воля и одно действие. И вот я сказал им о том прежде, нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Итак, происходящее действительно пока еще не ясно. И лишь последующее событие, когда все то, о чем говорит Иисус Христос ученикам исполнится, даст им понимание Его слов, которые невозможны без веры. И по сути к этой вере Господь вновь призывает своих апостолов. Уже немного говорит с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что я люблю отца, и как заповедовал мне отец, так и творю, встаньте, пойдем отсюда. Конечно же, не сам сатана, князь мира сего, приближается ко Христу для того, чтобы вступить с ним схватку. Речь идет об Иуде. Не случайно в конце 13 главы евангелист указывает, что после того, как Иисус Христос протягивает кусок Иуде для того, чтобы возбудить в нем добрые чувства, происходит обратное. В Иуду входит сатана, и от этого момента он, по сути, уже руководит им и направляет его, и как бы час ареста уже приближается. Иуда исполняет свой замысел, замысел несомненно дьявольский, и поэтому Господь, зная об этом, выходит ему навстречу. Он ведет своих учеников в Гефсиманский сад. Но, конечно, это не подчинение событиям. Сам Христос знает, что его ждет, и он является руководителем всего происходящего. И это подчинение, это послушание не историческим событиям, не данной ситуации, а это послушание Отцу. Как заповедовал мне Отец, так и творю. Я люблю Отца. Итак, все, что происходит, все, что совершается, является отрицетворением этой небесной запредельной любви. Конечно, увидеть эту любовь не так просто за всем, что будет, но эта тема любви, поднятая еще в начале прощальной беседы, она становится центральным уже в следующей 15 главе, о которой дальше пойдет речь. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор Редактор субтитров